За плечами новобранцев отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа пару месяцев учебки. За это время вчерашние студенты выучили устав российской армии, научились жить по приказу и поняли, что значит родину защищать. На самом деле тут строевая уж каждый день, физическая подготовка, все как бы армия должно быть. До присяги, как бы мы еще не солдаты, не считаем солдатами, как присягу принимем, мы же будем считаться солдатами официально. Служить России для народа, защищать отечество. Торжественная церемония принятия присяги началась с выноса государственного флага России и боевого знамени бригады. Товарищ полковник, личный состав молодого пополнения 105-й отдельной бригады материально-технического обеспечения для приведения к военной присяге построены. Заместитель командира бригады по работе с личным составом подполковник Башкиров. На верность родине в воинской части материально-технического обеспечения присягнуло сотни бойцов. Поздравляю с 5-й военной присяги. Сажу вас есть федерация. Присягнувших солдат поздравили командир бригады, ветераны и родители. После торжественной части, уже в неформальной обстановке, офицеры рассказали и показали жизнь и быт новобранцев. Родители оценили вооружение, экипировку, солдатскую кухню и казармы. Потом праздник на плацу продолжился. 75-летний юбилей отметила орденоносная бригада управления 2-й гвардейской общевойсковой армии. Бригада с первых дней формирования в составе 3-й армии вошла в бои Великой Отечественной войны, завоевала там честь, славу. И в мирное время реально получить признание руководства российской армии. По итогам прошлого года отличившиеся солдаты и офицеры получили от генерала медали и ордена. 10 наград нашли своих героев. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.